В Китае Владимир Путин прибыл из Приморского края, где два дня проходил Восточный экономический форум. В этом году площадка на острове Русский собрала представителей 35 государств. И учитывая объем заключенных контрактов, становится понятно, насколько интересен Дальний Восток для бизнеса. Об итогах репортаж Александра Евстигнеева. Для тех, кто приехал на форум, Восток не такой уж и дальний. Соседи по Азиатско-Тихоокеанскому региону хотели бы добраться сюда со своими проектами. Владимир Путин напомнил, да, здесь пятая часть всего российского газа. Три четверти лесных ресурсов, морских, крабы, рыба. И если в среднем по стране экономический рост меньше, чем полпроцента, на Дальнем Востоке 5%. Потенциал очевиден. Россия готова реализовывать его с партнерами. Хотел бы обозначить ряд таких проектов и таких возможностей. Первое – это надежная энергетическая инфраструктура. Поддерживаем инициативу компаний России, Японии, Республики Корея и Китая по созданию энергетического суперкольца, которое свяжет наши страны. Второе – это, конечно, транспортная инфраструктура. Формирование новых конкурентных трансевразийских и региональных маршрутов. Третье – предлагаем сформировать общее пространство цифровой экономики. Речь идет о создании правовых и технологических условий для электронного взаимодействия. Региону-локомотиву нужна энергия – экономическая и электрическая. Крупные инвесторы получают налоговые льготы и госсубсидии, если вкладывают деньги в строительство дорог, энергообъектов, если берут на себя создание инфраструктуры, помимо основного бизнеса. Мы должны, безусловно, стремиться к тому, чтобы снять с бизнеса эти гири, дать возможность инвесторам, что называется, заработать как следует, чтобы их проекты заработали как следует, полетели, если можно сказать. В этой связи рассчитываю, что новый состав парламента в первоочередном порядке до конца текущего года рассмотрит закон, который обеспечит снижение тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня. Гостям форума перспективы вскружили голову. Премьер-министр Синзо Абе расписывал прелести сотрудничества едва ли не языком японской поэзии. Иногда мы могли бы, придя в девственный лес тайги, встретить лучи солнца, проникающие сквозь листву, какую снимала Кира Курасава в своем фильме «Дырсу узала». Мы могли бы подумать о том, какими должны быть отношения между Японией и Россией через 20, через 30 лет. Мое предложение состоит в том, чтобы... Продолжил японский премьер уже не как романтик, а как прагматик. Предложил перестроить Владивосток в ультрасовременный город. Вместе модернизировать медицину и пенсионную политику. Вместе использовать природные ресурсы. Конечно, говорил о Курилах. Поставить точку в наболевшем вопросе. С такой откровенностью этого не делал ни один из его предшественников. С подкупающим обращением на «ты». Владимир, мы с тобой люди одного поколения. Давай проявим смелость и возьмем на себя ответственность. Давай преодолеем все трудности и оставим молодым людям следующего поколения такой мир, в котором наши две страны, Япония и Россия, раскроют свой мощный потенциал. У нас свое видение. У японской страны свое видение. И каждый из нас смотрит через призму своих национальных интересов на эту проблему. Но все мы едины в одном. Проблему нужно решить. Нужно найти такой способ решения вопросов, который бы не разрушал наши отношения, а создавал прочную основу для развития этих отношений на длительную историческую перспективу. В истории немного примеров такого подхода и такого решения. Но я очень надеюсь на то, что мы сможем дать такой пример. Вы знаете, я сейчас вспомнил одну вещь. Я говорил о том, что мы недавно, несколько лет назад возобновили переговоры с Японией по мирному договору. Инициатором этих договоров, возобновления этих договоров был прежний премьер-министр Японии господин Мори. Вот любопытная история. Его отец воевал в годы Второй мировой войны и оказался в российском плену. А после возвращения из плена стал мэром небольшого городка и возглавил общество Японо-советской дружбы. А после, перед смертью, завещал похоронить его в России. И мы вместе с премьер-министром Японии, когда он был премьер-министром Японии, господин Мори, ездили на кладбище его отца в один из регионов Сибири Российской Федерации. Вот это о чём говорит? Это говорит о том, что люди, которые прошли через тяжелейшие испытания войной, завещали нам дружбу, сотрудничество и открытость в отношении друг друга. Из речи Владимира Путина можно было понять, Россия готова к партнёрству, если это не противоречит национальным интересам. А в интересах всего региона открыто к предложениям. Владивосток способен стать новым экономическим чудом. Азиатские партнёры понимающе соглашались и подчёркивали важность своей роли. Президент Южной Кореи, госпожа Пак Кынхе, ссылалась на русскую классику. Великий писатель Достоевский отметил, что именно Азия сыграет важную роль в будущем Дальнего Востока. И не исключила создание зоны свободной торговли со странами Евразес. Мы исследуем возможность заключения соглашения о свободной торговле между Кореей и Евразес. Мы надеемся начать процесс переговоров по этому вопросу, который поможет нам найти новые возможности для укрепления взаимодобного сотрудничества. У России не только богатые ресурсы, но и фундаментальные технологии мирового уровня. Южная Корея, в свою очередь, имеет высокие технологии и является промышленной державой. У нас есть хорошие возможности дополнять друг друга. Владимир Путин и госпожа Пак Кынхе провели личную встречу. А российские и корейские министерства подписали соглашение о сотрудничестве. Космос, транспорт, медицина. Сколько денег форум привлек в экономику Дальнего Востока, еще подсчитывают. Но уже известно, что сумма контрактов превысила триллион рублей. Я думаю, что недавно тот день, когда мы будем стыдно говорить о том, что приток средств дает большой. И не только от российских компаний, от российских банков, что, безусловно, возможно будет делаться. Но также и от международных инвесторов, которые здесь собрались. Недаром сегодня и, например, министр Японии говорил о огромной важности развития торгово-экономических отношений с Россией для Японии и президента Кореи. Поэтому я думаю, что ситуация меняется. В ближайшие годы она будет меняться еще быстрее. Сменить обстановку на менее формальную. Владимир Путин и главы Кореи и Японии посетили Приморский океанариум. Уникальный научный центр. 25 тысяч тонн воды. В бассейнах и аквариумах живут обитатели всех морей. На базе океанариума будет работать международная лаборатория по изучению биологии моря. Естественно, владивостокцы и туристы могут прийти сюда на экскурсию. Лидерам трех стран, например, показали шоу дельфинов и моржей. Александр Евсегнеев, Макар Руденчик, Анна Заякина. Первый канал.